Добрый вечер, Валерий Константинович. Моя мама подписана на ваш канал в YouTube несколько лет. Внимание, мне стало интересно, поэтому это письмо на общее обозрение. Недавно нам удалось купить ядро абрикосов с положительной детикой. Вот такие случаи сразу. Шерсть дыбл. Вот что же это такое? Положительная энергетика. Расскажите, пожалуйста, знаю ваш опыт, как правильно это природное качество принимать. Правда, смущает то, что в ядре присутствует кислинка. С большой радостью приобрели бы ядро абрикосов у вас. Мама передает вам большой привет и свои питания. Алина, благодарю за ответ. Ну, вы поняли, это Украина. Итак, на Украину я свои абрикосы в качестве лекарства выслать не могу. Мне кажется, такие пути есть, не может не быть. Не может. Помните, показываю сколько раз. Вот дорога обыкновенная шоссе. Деревня по две части. Одна стоит, другая стоит. То есть окна смотрят в окна. Вот. Даже здоровая шоссе полтора, наверное. Довенькие баллы. Будь ласковь. Заходите, будь ласковь. Горилка уже такая, это, поспевает. Вот это и есть. Другое дело, как передать туда косточки. Я пока не знаю, кто из вас скажет. Да я знаю. Поэтому я это письмо, знаете почему, показываю. Вот из-за этого самого. Где она нашла купить ядро абрикосов с положительной энергетикой? Где? Что же это такое? Почему? Я не знаю. Я считал, что уж это моя тема. Существует специальные вещества в этом же самом ядре абрикоса. Минус синейная кислота, плюс вещества, которые задерживают развитие или предотвращают развитие опухолевых заболеваний. Так. Значит надо найти абрикосы, которые, они у меня есть, потому что проверены на собственных организме. Так. Которые уже точно не отравят. Я не говорю, что вылезет 100%. Но не отравят уже как минимум. Так, раз. Дальше. Все знают, что самое ценное считается мажорский абрикос. А мне повезло. Вот стоит банка с экатеринскими оборитетами. Вот сейчас могу встать, если кто-то скажет, а покажите мне эту банку. А покажите. Вот. Вот сейчас будет переписка. Я сразу встану, выйду на балкон, принесу банку, покажу. А там написано жердель. Вот. И следующий момент. Почему я упомянул жердель? Не. Манжурцы. Сегодня я, это, Виталий, привет. Вот. Сегодня я тебе 500 манжурцев отправил, да? А что такое жердель? А что такое абрикос положительная энергетика? Я тоже хочу знать. Оказывается, я не знаю, что такое положительная энергетика. Заметьте, не положительная качество, типа там, содержание витаминов, содержание там этих самых, все, что полагается. А именно положительная энергетика. Умоляю. И так же, как я в СИЗО продаю якобы, якобы, саженцы настоящего персика. Значит, я не замерзающее. Это не скилл, это меняется. Шушинский район. Корову, где? Хочу. И вот это хочу знать. Абрикос положительная энергетика. Кто раскроет эту тему? Или человеку голову заморочили, спорить. Именно энергетика. А энергетику выше, помните, я показал раскрывшиеся ядра. Наверное, те, которые проснулись после зимней спячки, наверное, у них энергетика гораздо сильнее, может быть, десятки раз, чем у спящих. Но слово положительное, я не знаю. Вот. И я тоже передаю вашей маме большое привет и свои витания. Уважаемая Алина. Так. Вы, ребята, какую тему придется заделать? Уже сколько лет я эту тему не трогал? Я думаю, мода закончилась на это все. Итак, лунные календари продолжаются существовать. Прислали мне лунный календарь на 23-й год. Вот. Ну, давайте попробуем без мата. Хотелось бы с мата. Итак, вы смотрите, в январе всего 4 дня. В феврале 2 дня. В марте 2. Когда надо обрезать? Я понимаю, так. Подразумевается, что, я говорю, это самая зима. Самая такая, знаете, это. Вспомните, кандидатские морозы. Это даже на югах может быть 20-30. А чуть севернее 40, может быть. Было в этом году. У многих в средней полосе 40 мороза отвечали. О, где-то и 50. И вдруг человек, который верит в эту сказку. Ага, 8 января, пойду-ка я отрезать. Ну, все знают, отрезать. Это подвешу. Кстати, то есть полностью отрезать. Оставляю рано. И она что? Я вот понятие, остается рано. А туда пошел мороз. А что, седьмого нельзя было? А восьмого что, не попадет? Я вот это, вот меня бы посадили против меня, изобретатель этого календаря. Мы бы с ним поговорили бы. Наверное, кончилось бы мордобой, если это мужик. Наверное. Чем отличается, вот, допустим, 18 января можно калечить дерево, а 19 января нельзя. Вот этот момент хотел бы понять. Но это еще не все. Видите, всего два дня. Вот тут аж пять дней. Почему в ноябре, в декабре, там 30 дней, там 31? Почему там два? И почему они пятиразные? Вот. Я бы долго пытался, потому что это... Ну, это какой календарь лунный? Давайте мы с вами заглянем на эту самую луну. Сейчас. Фактически я задаю вопрос. Потому что у меня иногда кажется, что я схожу с ума. Итак, вспоминаем саму основу теории. Если луна полная или она растет, она уже такая, вот такая вот по которым, да, то от нее притяжение к водяным массам Земли, вспомните, приливы, вот, они сильно действуют. И получается, дерево, оно живое, по нему идет это. То есть циркуляция усиливается. И тогда получается, что можно делать работы и дальше идет перечень. Вот. Например, работы, когда поднимается вода, лучше бы не делать уже обрезку. И наоборот, если луна, нету ее, новолуния, или она совсем-совсем маленькая, вот, смотрите, вот, видите, вот. Тогда получается все наоборот. И вот, думая, 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 я пытался, чтобы не сойти с ума, представил себе, смотрите. Я бы еще понял, что луна, вот она, действительно влияет. Какая красавица. Ну, а чтобы не влияло, надо, чтобы она ушла за горизонт. Но там, говорится, не так. Видите? Полный она нет. Но почему ее нет? Объясняю. Потому что она просто в тени находится. Ну, вся эта масса, целиком круглая, она же никуда не делась. И если бы посадить напротив меня, и пусть бы человек, который роется в этих своих таблицах, пусть бы он мне это объяснил, да? Вот смотрите. Она никуда не делась. Она просто в тени, но она целиком. Она та же, масса та же, вплоть до грамма, до килограмма. И если вернуться, то есть вот все это полное недоумение, как теория скажет, ну, хорошо, ушла за горизонт, согласен. Ура! Целиком ушла. Вот тогда берем, смотрим уже не на дату, а на часы. Она ушла за горизонт, то это может быть и день. Так? И тогда, может быть, и резать. Если он всех прав, тогда надо, чтобы это, как можно меньше поднималась влага. Ответа нет. Ну, раз едут, ладно, пойдем обратно. Где вы были? Мы были вот тут. Итак, январь, февраль, даже марта, или на марте, если снег лежит, и то опасно еще резать. Ну, если уже резать, ладно, апрель. А в мае уже деревья цветут. Поздно. Саходвижение закончилось, и рана осталась. Она и так не заделана. Знаете, есть большая разница между раной естественной и вот этой вот страшной раной. Я вам показывал, уже не хочу показывать страшное последствие. Я уже не раз сбаковал эту тему. Поздно. Поздно. З速ят. Поздно. Звучит. Продолжение следует...